Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Христос воскресе, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу за богослужением читается Евангелие от Иоанна, глава 10, стихи с 17 по 28. Послушаем это евангельское зачало на церковно-славянском языке. ПЕСНЯ 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 Прочитаем этот текст вместе в русском переводе. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имея власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили. Он одержим бесом и безумствует, что слушаете его? Другие говорили, это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым? Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима, и ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам. Овцы Мои слушают голоса Моего, и Я знаю их, и они идут за Мною. И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек, и никто не похитит их из руки Моей». В завершении обращенной к фарисеям притча о добром пастыре, Господь говорит о великом значении своей смерти, как об избранном им самим и добровольно осуществляемом средстве спасения верующих в Него. Александр Павлович Лопухин пишет, «Отец и любит его особенно за то, что он совершенно добровольно, без принуждения жертвует своей жизнью. Эта жизнь есть как бы одежда или украшение, которое он слагает в себя, чтобы передать в руки другого. Он делает это с твердой уверенностью в том, что может ее, то есть жизнь, взять обратно. Эту заповедь, то есть право и силу взять назад свою жизнь, Господь получил от Отца». Таким образом, Христос изображает свою смерть, во-первых, не как только страдание, которое Он принимает на Себя из покорности воли Отца, но и как совершенно свободное дело, на которое Он Сам решился. Во-вторых, как дело послушания воли Отца и, следовательно, как исполнение Своего призвания. В-третьих, как дело самопожертвования на пользу верующих в Него, которых Он через это спасет от погибели. В-четвертых, как переход к проявлению своей жизни по воскресении, побеждающей смерть. Слушающие Христа начали спорить между собой. Одни стояли за Христа, как за великого чудотворца, другие, конечно, преимущественно фарисеи, называли Христа беснующимся и убеждали народ не верить Ему. Ефимий Зигабен поясняет, по мнению иудеев, Иисус Христос одержим был бесом и безумствовал, потому только, что Он говорил о том, что выше человека. Между тем, как отсюда они должны были бы узнать, что Он – Бог. От праздника Кущии прошло около двух месяцев. И настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. Этот праздник был установлен Иудой Маковеем в 165 году до Рождества Христова в память возобновления, очищения и освящения Иерусалимского храма, оскверненного сирийским царем Антиохом Эпифаном. Празднование продолжалось в течение восьми дней от 25-го числа месяца Кислева около середины декабря. Господь прибыл на этот праздник в Иерусалим и ходил в притворе Соломона, то есть в галерее, которая тянулась по восточной стороне храмовой площади. В этой галерее можно было укрываться от зимней непогоды, дождя и ветра. Именно здесь иудеи обступили Его и говорили Ему, «Долго ли Тебе держать нас в недоумении? Если Ты Христос, скажи нам прямо». Блаженный Феофилак замечает, что вопрос у иудеев был праздный и злонамеренный, ибо тогда, как дела Его доказывают, что Он Христос, они для убеждения требуют слов. Между тем, Он много раз говорил прямо, когда приходил на праздники и ничего не говорил тайно, называл самого себя Сыном Божьим и светом, и путем, и дверью, и ссылался на свидетельство Моисея. Посему, уличая их в том, что они спрашивают со злым намерением, Господь отвечает им, «Я многократно говорил вам, и вы не верите». Так как иудеи притворились в том, что они поверят одним только словам Иисуса Христа, то Он мудро показывает им, что они поступают с хитростью, и отвечает, «Дела, которые творю я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец Моих, как Я сказал вам». Причиной же этого неверия является то обстоятельство, что они не принадлежат к тем истинным израильтянам, которые еще ранее, чем увидели Христа, сердцами своими уже стремились к Нему, а потому с радостью приняли Его свидетельство. Именно о таких людях Господь и говорит, «Я даю им жизнь вечную». Спаситель часто говорит о вечной жизни, которую Он дарует, чтобы воодушевить тех, кто уже выбрал Его как Учителя, поддержать и обрадовать своими словами. Будем же помнить, дорогие братья и сестры, что слова эти предназначены для всех тех, кто впускает Бога в свою жизнь и принимает Его волю, становясь Божьими чадами и гражданами Небесного Царства. Помогай нам в этом, воскресший Господь! Благослови, Душа моя Господа! Благослови, Господи! 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 Благослови, Господи!